привет прошло два года как я использую кламифенцитрат и могу отчетливо сказать что из бадов для поднятия собственного тестостерона это самое ощутимое вещество и при этом довольно безопасное экспериментировал я с разными дозировками с анастрозолом без подключался на залол отменял станозол но и пришел к тому с чего и начинал это по сути довольно минимальные дозировки кламифена 17 миллиграмм то есть от обычной аптечной таблетки это будет одна треть и анастрозол 1 4 это все через день также принимал в разное время с утра натощак после еды в обед но и наибольше подходящее чему я пришел это принимать после ужина даже ближе к ночи один день кламифен один день анастрозол и так чередуя в принципе и принимал спросишь почему именно на ночь почему так на я почувствовал лучшее восстановление после сна прям довольно бодро лучше чем принимать утром натощак в общем и что могу сказать нет либидо не потерял эрекция в порядке член не отвалился пошлость звенящая пошлость зрение не ухудшилось последнее время за кости разговоры начались типа кламифен кости там как-то разрушает за два года ничего не разрушилась как по факту либидо сильнее чем без него самочувствие бодрее увереннее и интереснее не какие-то там космические ощущения нет просто фоном всегда себя чувствуешь лучше что по показателям да в принципе они сильно то и не менялись плюс-минус в одной и той же паре тест примерно от 33 до 39 лг был в верху рефенсов пролактин имею низкий по природе никак особо не менялся гспг тоже может чуть больше стал эстрадиол скаканул немного но я это связываю с тем что я за два года потолстел на 10 плюс килограмм хотелось бы мне все свалить конечно на кламифе но к сожалению я просто люблю вкусно и много пожрать злоупотребляю сладким и даже тренировки не сильно спасают вообще большую часть жизни я был таким достаточно плотным и легко набираю вес хотя довольно сильно худел пару раз если я начинаю расслабляться то быстро начинают толстеть хотя никогда до критического состояния себя не доводил и сейчас вроде пойдет но хочу скинуть десятку впрочем то это и есть основная моя мысль залезть на мастерин s23 посмотреть как он меня подсушит какие вообще изменения будут при условии что я отменю сладкое сокращу чуть в целом колораж но без какого-то ярого дефицита просто чтобы было комфортное питание без впаданий в крайности и интересно что получится но я когда-то уже пробовал мастерин правда это было давно тогда он мне прям зашел что будет час хз поэтому собственно слезаю с кламифена так как одновременно принимать и то и другое смысла нет страшно очень страшно я бы и дальше сидел так как минусов никаких не вижу хотя нет один все-таки есть это привыкание я в телеге уже писал за это ну просто что привыкаешь к препаратам думаешь ты был такой всегда хотя фиксится это отмены на две недели либо переход на какое-то время на тамоксифен или энкломифен по поводу тамокса ну такой себе это антиэстраген довольно токсичный при длительном приеме как раз на нем можно просадить либидо если только каким-нибудь недолгим курсом еще можно сомнительно ну окей по поводу энкломифена в моем последнем ролике про кламифен который я назвал кламифен все точки над и я говорил что энкломифен толком не изучен в общем ничего особо и не поменялось так пока и нету конкретной инфы чтобы что-то утверждать некоторым заходит некоторым нет в тг скидывал анализы человека который пил энкломифен и его гормоналка на препарат не отзывалась хотя на кламифене отклик был отличный переходите кстати в тг последнее время youtube тормозит хз что с ним будет в дальнейшем а в тг всегда на связи и больше текстовой информации так вот энкломифен остается вопрос по нему еще такое дело что что у нас продают это реальный кламифен или какой-то может обычный разбодяженный по мифе нет каких-то однозначных выводов по нему в дальнейшем будем посмотреть понимаешь что не всем зайдет и обычный кламифен но гораздо лучше если ты принимаешь 25 миллиграмм через день чем допустим 50 каждый день у меня как я уже и сказал что это вообще 17 миллиграмм через день по сути такой микродоз и риск тех самых побочек с потерей либидо еще бывает зрение мутноватое становится их гораздо меньше и не забываем за лг если лг изначально высокий то терапия кламифеном не подойдет также все бады действующие на тестостерон также отменяются так как они все работают через лг если вообще работают у меня давай поговорим чем нам помочь саму кламифену так сказать усилить терапию самое основное и самое важное это вести нормальный образ жизни даже нездоровые а нормальный не бухать или делать это редко и без фанатизма никаких там тем более запрещенных веществ спать достаточно количество часов от 6 до 10 ну какому сколько требуется есть кому 6 огурцом я кому надо и 10 чтобы чувствовать себя отдохнувшим умеренно тренироваться если ты на кламифене это не значит что надо упахиваться кламифен это не про накачаться а больше про качество жизни твои 30 наномоль теста тебе не дадут больше мышц получше будет восстанавливаться да но каких-то результатов в плане мышечной массы не жди особо завидую тем у кого на кламифене получается сделать 70 наномоль теста и мне даже скидывали 98 наномоль было у человека причем дозировка у него было 25 миллиграмм каждый день всего лишь завидую вам чертягам конечно такой лайтовый курс получается но бывает такое редко это генетические уникумы чем помочь кламифену из бадов ну банально витамины минералы витамин d цинк не новость конечно ашваганду можно подключить если лг еще позволяет и я бы обратил внимание на сон а точнее на его качество то есть потратить 300 рублей на восковые беруши занавесить окна шторами blackout заморочиться с ортопедической подушкой под себя не будет лишним а ну и гспг в общем на кламифене частенько повышается гспг так вот я думаю все знают брайана джонсон это биохакеры по совместительству долларный миллионер настоящий долларовый миллионер они как некоторые миллионеры так вот он очень скрупулезно то есть так своему здоровью с ним работает далеко не один врач он считает и отслеживает все абсолютно даже сколько у него было эрекции за ночь дает кучу анализов и знаешь что у него гспг 67 то есть человек который омолаживается всеми возможными способами по мнению некоторых специалистов имеет гспг 67-летнего человека мы же все слышали что гспг должен быть равен возрасту да да ну то есть я думаю этот человек нашел бы самые лучшие специалистов чтобы решить этот вопрос уж точно и хоть его многие критикуют и показывают типа посмотрите вот что за больной человек ну я думаю больной человек бы не смог стать долларовым миллионером никак и я думаю он разбирается не сильно хуже тех кто его критикуют другой вопрос что рутина брайана джонсона подойдет только брайан джонсон так как я и ты скорее всего тоже не долларовые миллионеры мы просто физически не сможем столько времени уделять различным процедурам и никто под нас с тобой постараться не будет я уже молчу про команду врачей которые с ним работают но по поводу кламифена я в принципе все сказал что хотел вещь рабочая годная только пожалуйста давай по анализам все делай на бум пить такие таблы точно уши затея не здравая у меня на этом все пока